За более чем 10 лет Тони Старк, Железный Человек, персонаж Роберта Дауни-младшего стал настоящей легендой в современной поп-культуре, комиксах и кинематографе. Так что, конечно, неудивительно, что печальный уход Тони в Последних Мстителях поверг очень многих в шок. Но вот оказывается, что все не так уж и однозначно, а у нас с вами в самом деле до сих пор остается шанс опять повстречать Железного Человека на больших экранах. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Так с чего же началась очередная шумиха? Все дело в том, что Роберт Дауни-младший недавно давал очередное свое интервью, в ходе которого актера то и дело возвращали к вопросу о киновселенной Марвел и его, наверное, самой известной роли. И вот на прямой вопрос о том, может ли Дауни-младший вернуться в MCU, тот ответил, да, все на самом деле может случиться. Я действительно наслаждаюсь, правда, чем именно мы так и не узнали, ведь в дело вмешалась супруга актера, видимо, решив прервать его уж слишком смелое откровение. И тем не менее, позже Дауни-младший все же сделал определенные уточнения, цитирую. Что касается меня, я повесил свое оружие и я рад отпустить его. Я также думаю, что Марвел сейчас находится в неком путешествии и они пробуют кучу других вещей и я рад видеть, как все это происходит. Трудно сейчас что-то проецировать на будущее, но шансы вернуться все-таки есть. Что ж, как видите, одновременно не слишком много конкретики, но при этом знаменитый актер четко дает понять, что полностью ни он, ни мы еще не должны прощаться с мыслью о том, чтобы вновь увидеть Железного Человека. Правда, если, конечно, в Марвел будут согласны и далее платить актеру баснословные гонорары. А напомню, что за участие в последних Мстителях студия раскошелилась чуть ли не на 70 с лишним миллионов долларов для Дауни-младшего. Возможно, именно по этой причине Тони Старк не появился, как ожидалось в новом Человеке-пауке, уж слишком он дорогой. Ведь ранее как раз ходили разговоры и слухи, мол, а не вернется ли Тони в виде голограммы или воспоминаний. Также не так давно в сети была информация, что Дауни-младший предоставит свой голос для телевизионного проекта студии Марвел и Дисней Плюс, что если. Но, увы, и они со временем опроверглись. И все же, как говорится, надежда умирает последней, так что давайте продолжать следить за всем, что происходит вокруг данной темы. Может быть и в самом деле в Марвел таки решат, что игра стоит свеч, ну а все зрители с восторгом увидят камбэк любимого персонажа. Ладно, пожалуй вот и все на сегодня. Пишите в комментариях, ждете ли вы возвращения Железного Человека и ставьте пальцы вверх, если это в самом деле так. Ну а мы продолжаем следить за всеми обновлениями, так что подпишитесь и нажмите на колокольчик. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok